Добрый день, уважаемые коллеги! В преддверии отмечания Международного дня двигательных расстройств, который состоится 29 ноября, мне бы хотелось обратить ваше внимание на одно из наиболее тяжелых и драматично протекающих заболеваний экстрапирамидной системы, болезнь Гентингтона, которая сопровождается расстройствами движений. Это одно из самых частых наследственных заболеваний человека. Оно относится с орфанным, но тем не менее при его распространенности от 7 до 10 человек больных на 100 тысяч населения, оно является одним из наиболее частых наследственных заболеваний. И начавшись из-под воль, как правило, в цветущем возрасте, в возрасте примерно 40 лет, оно течет непрерывно, прогрессирует и неизбежно приводит человека к инвалидизации, к нарушениям двигательным расстройствам, наиболее ярко из которых хорея, к когнитивным расстройствам, психическим нарушениям. И, к сожалению, в настоящее время не существует методов эффективного лечения, патогенетического лечения, контроля течения этого заболевания, которые могли бы каким-то образом облегчить состояние пациента или замедлить прогрессирование этого заболевания. Научный центр неврологии многие годы занимается этой научной проблемой, практической проблемой, имеющейся социальное значение. И молекулярно-генетическая лаборатория, которая была создана на научном центре неврологии в 1994 году, одной из первых в нашей стране, начала проводить ДНК-диагностику этого заболевания в отягощенных семьях, таким образом способствуя первичной профилактике заболевания, выявляя носителей гена этого заболевания. И, собственно, мы могли проводить медико-генетическое консультирование в отягощенных семьях. Все эти годы было очень плотное сотрудничество с международными пациентскими организациями, с научными коллективами, с Европейской сетью по болезнью Гентингтона, с Всемирной организацией помощи пациентам с болезнью Гентингтона. И надо сказать, что это сотрудничество было очень плодотворным. Была создана пациентская организация в России, которая объединяет большое количество семей отягощенных этим заболеванием. Создается практически регистр пациентов отягощенных семей. Нам бы хотелось, чтобы эта работа была более активна в регионах, чтобы все больше и больше коллег были заинтересованы в диагностике. В новых случаях этого заболевания, в наблюдении отягощенных семей. И надо сказать, так как болезнь Гентингтона является модельным заболеванием нервной системы, модельной нейродогенерацией, для которой развиваются и разрабатываются методы эффективной патогенетической терапии, и мы надеемся, что в ближайшие годы появятся уже подобные методы лечения. Конечно, хотелось бы, чтобы было выявлено как можно больше пациентов и лиц из группы риска, которым в дальнейшем можно будет назначить подобное лечение, и таким образом уже непосредственно контролировать симптомы неизлечимого на сегодняшний день заболевания. Поэтому, коллеги, в преддверии дня, международного дня расстройств движений, хотелось бы именно пожелать вам проявлять больший научный, клинический интерес вот к этой сложной научной проблеме и внести свой вклад в изучение двигательных расстройств человека. Спасибо за внимание.